Всем привет! Сегодня, как и обещала, у нас будет видео, посвященное детским БАДам, детским витаминам. Просили у меня девочки в комментариях снять такое видео, вот наконец-то я собралась с духом. Могу сказать, что вот эти все БАДы я накопила за три с половиной года уже, применяя их на своем старшем сыне. И ему уже 5,9 лет, с двух лет мы начали. Постепенно я нашла какие-то ошибки в том, что я не так делала, как нужно. Поэтому хочу с вами поделиться своим опытом. С чего стоит вообще начать знакомство с детским ассортиментом на iHerb? Это же, конечно, витамины, мультивитамины детские. Вот у меня есть вот такие три баночки. Начинала я с мармеладных мультивитаминов и постепенно перешла к жевательным таблеткам. И могу сказать, что жевательные таблетки по составу намного эффективнее, намного у них богаче состав, намного лучше формы. При этом, если здесь в мармеладных только мультивитамины и несколько микроэлементов, то здесь добавляют еще травки, овощные соки, фруктовые соки, пробиотики. В общем, довольно-таки богатый состав у мультивитаминов в жевательной форме. Для детей маленьких, в общем, 2-3 годика, которые еще не в состоянии жевать, конечно, мармеладные мультивитамины – это выход. Очень хорошая фирма Rainbow Light. Даже вот мармеладные витаминки у них, состав такой, более, в общем, получше. Но у них и цена где-то около 10 долларов. Эти витаминки стоили до 5 долларов, по-моему. Но, что хорошо, у них очень, в общем, приятный вкус. Мишки такие приятные, мы их допили, больше пока не заказываю, потому что перешли на вот такие вот звездочки от Rainbow Light. Хорошие витаминки, 7 долларов цена. Звездочки довольно вкусные, довольно хороший состав. Хелатные в основном формы, цитратные. Йод, например, из водорослей. Железо есть. На что еще стоит обратить внимание, это на содержание витамина D. Потому что в этих мультивитаминах обычно не так много кальция добавляют. А растущий организм требует этот кальций. Поэтому дополнительно я добавляла вот такой вот кальций. Вот этот кальций можно спокойно к мультивитаминам добавлять. Здесь 250 миллиграмм цитрата кальция. Обратите внимание, цитрата. Вот. И, в общем, нету ни витамина D, ни магния, ничего нет. Поэтому, ну, он достаточно, как бы, его хорошо добавлять к мультивитаминам. Но сам по себе он, наверное, усваивается не очень. Вот. И вкус у него мне не очень понравился. Такой какой-то ванильный. Ну, ребенок ел, но мне самой, как бы, было не очень вкусно. Ну, в общем, главное, что детям, в общем, хорошо. Вот. Вот этот жидкий. Это в жидкой форме уже идет кальций. При этом он с магнием, цинком. Также здесь фосфор и потасиум. И витамин D3. Вот. Этот, так как здесь витамин D3, то либо прекращаем прием мультивитаминов, либо выбираем мультивитамины с... В общем, без витамина D. Потому что передозировка витаминов А, Е и Д, она опасна, потому что они жирорастворимые, они накапливаются в организме. Здесь же чайная ложечка на, в общем, в день, ребенку. Очень приятная на вкус, хотя это для взрослого, но ребенок с удовольствием, в общем, и я как-то не боялась даже его отдавать ребенку. Хотя здесь написано, что можно и детям давать одна-две чайные ложки. Ну, мы давали по одной чайной ложке, потому что ребенок еще маленький. Для детей постарше можно и две давать чайных ложки. Вот. Так, значит, разобрались. Мультивитамины, кальций. Это такое вот. Кальций можно проводить. Один месяц пьем кальций, там пару месяцев перерыв. Не обязательно его пить постоянно. Дальше, что необходимо ребенку ежедневно. Это омега-3 жирные кислоты. Заказала я сначала вот такую баночку Children's DSA Nordic Naturals. Очень хорошая фирма. Одна из лучших по производству рыбового жира, потому что он из, в общем, арктической трески. Делается очень, в общем, такой элитный сорт рыбы, в общем. Элитный сорт рыбьего жира. Одной половинке чайной ложечки 550 мг омега-3. Это очень хорошая дозировка с клубничным вкусом. 48, в общем, порции. Для деток отличная. Ну, вот мы ее пропили, она закончилась. И как-то не было времени заказывать опять ее. Я решила дать ребенку попробовать омега-3 взрослую. В общем, дала капсулу, он ее разжевал, проглотил. Капсулу выплюнул, в общем, отлично даже ему этот процесс понравился. Поэтому сейчас я особо не заморачиваюсь. Даю ему взрослой омега-3 по одной капсульке вечером, в общем, пожевать. Ему нравится. Кстати, младшей разрезаю в ложечку, выдавливаю. И она тоже пьет рыбий жир с удовольствием. И можно не переживать, этот рыбий жир молекулярно дистиллирован. То есть, в нем нет тяжелых металлов, которые оказывают больше вреда, чем приносит этот омега-3. Дальше, из того, что мы пробуем ввести для поддержания, в общем, нашего хорошего самочувствия, это концентрат лалавера и спирулину. Ребенок уже жует таблетки, поэтому я даю ему бадные таблетки спирулины. В общем, нормально она у нас идет, не вызывает каких-то побочек, в общем. Но что хочу предупредить, дети это такие существа, в общем, нежные. Очень часто у них возникает аллергия на что-то. Поэтому, как мы даем вообще им какие-то бады, начиная давать? Даем с минимальной дозировки. Если таблетки, вообще третинку таблетки давайте. Если жидкость, тоже в минимальной дозе смотрим. Чтобы не было мы дали, и у ребенка там отек, квинки, караул, скорая помощь и так далее. Особенно, если ребенок аллергик. Поэтому потихоньку даем постепенно увеличивающую дозу и смотрим реакцию. Доходим до суточной, подавали чуть-чуть, сделали перерыв. Как бы не нагружаем, в общем, организм сразу и резко, в общем, постепенно. И дозировки, в общем, делите. Не нужно давать максимальную дозировку ребенку. Смотрите, ну что, допустим, в спиролине витамина А много. Поэтому мы смотрим на мультивитаминные содержания, там витамина А. Помните, это жирорастворимый витамин, и не нужно его передозировать. Алоэ вера. Взрослому дозировка 8 капель на стакан воды. Ну, мы стакан воды сразу не выпиваем. Поэтому утром на тачак я полстакана воды, 4 капельки капаю. Выпивает нормально. Не стоит слишком много капать, потому что у него немножко такой запах йода есть. Поэтому ребенок может отказаться. Итак, незаметно капайте. Не нужно ему показывать. Потому что дети обычно, когда увидят, все, караул, я уже ничего не хочу. Дальше переходим к комплексу антипаразитарному, который нужно проводить периодически, в общем. Я уже как-то рассказывала в своем видео долгую историю, как я детей, в общем, ребенка, пирантелом, в общем, вызвала у него жуткую аллергию и так далее. Пересмотрите одно из моих видео. Дам ссылочку на него. Там я подробно об этом рассказываю. И я после этого пролечила его черным орехом. Месяц мы попили, по капсуле в день. И я вам скажу, я первый раз в жизни увидела этих аскорид, которые выходили. Так что могу сказать, что это точно работает. Ребенок перестал быть вот таким дерганым. В районе попы уже перестали руки у него находиться. Стал лучше кушать. Смотрю, даже как бы поправился после этого. И пока у нас ничего не было. Как только я опять замечу симптомы глистов, я думаю, опять его пропоить этим черным орехом. Потому что действительно хороший способ вывода этих аскорид и глистов. Получше, чем пирантел, который непонятно что может вызвать. Дальше. Вот такое вот тыквенное масло. Это я не на iHerb брала. Но можете взять на iHerb. Можете купить в супермаркете, в магазине каком-то там натуральном. Если у вас продается что-то. Даю по чайной ложечке вместе с этим антипаразитарным комплексом. Тыквенные семечки. Вы знаете, еще из, в общем, наверное, нашей бабушки еще пробовали нас лечить от глистов, в общем, тыквенными семечками. Поэтому это масло очень полезное, именно как глистогонное. И, ну и вообще, очень много у нее других полезных свойств. Поэтому я добавляла по чайной ложечке в день к этому черному ореху. Это тыквенное масло. Очень, кстати, полезное. И для вывода токсинов. Либо принимайте какую-то смекту, какие-то вот сорбенты. Или вот же натуральный, в общем, псилум. Это шелуха семян подорожника. Добавлять можно на ночь в кефир. Кстати, если у кого-то имеется проблема с запорами, не нужно искать какие-то слабительные. Вот псилум, вот этот, добавляйте под чайную ложечку или столовую ложку, там, чайную ложку два раза в день, допустим. И проблем с запорами у вас не будет. Это 100%. Поэтому не нужно, как бы, искать трудные пути решения проблемы. Есть псилум, стоит недорого. Натуральный. Он разбухает, превращается в гель, выводит все токсины. Нужно его, кстати, выпивать сразу. То есть, насыпали в кефир, сразу ребенок выпил, а не так, что выпил через минут пять, когда он уже разбух. Он должен разбухнуть у вас внутри. Взрослым тоже очень полезно принимать, выводит холестерин и так далее. Но сейчас у нас про детей, поэтому не буду долго. Кстати, псилум я сама пью. Классная вещь. Ну и извечная проблема детская. Это же, конечно, постоянные простуды. Если, особенно, ребенок ходит в садик, в школу, это начинается. Раньше я использовала такой иммунобустер. Но мне он не понравился. Еле допили эту баночку. Там такие невкусные были. В общем, очень химиозный вкус у этих животных там были. Но хотя здесь состав неплохой. А, С, Е в 100% дозировках. В двух таблетках. И также цинк. И разный там виноградный сок концентрат. Смотрю. Зеленый чай. Чеснок. Листья оливы. Шитаки. Грибы. Лактобактерии. В общем. Ну, неплохой состав. Но вкус, конечно, добил. Поэтому мы допили баночку. Больше не заказывали. Потом, в общем, получилось так, что колострум я заказала чуть ли не в первой посылке. Но использовала его, в общем, глупо. Я давала его только детям во время болезни. Ну, естественно, как бы он не справился. Ну, как. Вроде бы тоже помогал. Но я бы не сказала, что прям решение проблемы. И вот в начале зимы мне это надоело. Мы всю осенью вылазили из простуд. Мне это надоело. Я взяла и начала давать колострум детям каждый день. Одному и второму. Младший высыпаю в кашу утреннюю. Смешиваю с кашей. Ну, не в горячую. А старшим удавало жевать. И что вы думаете? Мы за зиму ни разу не заболели. Я вообще в шоке. Понимаете? Эти гриппы ходят какие-то. В РВ, ВРЗ. И при этом мы не болеем. Ходим в садик. Я вообще такая счастливая. Колострум. Это моё всё называется. 40% иммуноглобулина. Колострум, если кто не знает, молозива коров. Это то же самое, что, я говорю, если вы своего ребёнка кормили постоянно грудью. Вот. Давали бы ему иммунитет. Этот иммунитет, принесённый извне, он не стимулирует собственный иммунитет, который тоже может истощиться. Вот как эхиноцея, допустим. Её не стоит давать для профилактики. Её нужно давать во время болезни. Потому что вы... Ребёнок не болеет, вы ему стимулируете собственный иммунитет, он истощается. А потом пришла зараза, а у вас уже иммунитет истощился, закончился. Поэтому даём колострум только... Даём колострум, чтобы превозносить ему, преподносить ему в организм, изменяя иммуноглобулин. Вот. И не истощает собственные запасы. Дальше. Вот такие вот иммуностимуляторы, когда ребёнок уже заболел. Значит, здесь с эхиноцеей, витамином С. Очень вкусные цинковые, в общем, постилки. По одной я даю ребёнку в день во время болезни. Взрослым, ну, здесь написано до шести, но не больше трёх я принимаю. Взрослым детям можно с натуральным подсластителем стеви идут. Очень вкусные, очень полезные. Но в последнее время я перешла с них на вот такие таблетки от Rainbow Light. Называется Contra Attack. Они очень часто по скидке за 1 доллар. Вот сейчас только, по-моему, сегодня. Вчера, то есть смотрела, они за 3 доллара шли по скидке. 30 таблеток. Взрослому где-то 2 таблетки в день нужно во время болезни. А ребёнку половинку таблетки я даю во время болезни. И очень они хорошо справляются. Поэтому уже, по-моему, третью или четвёртую такую упаковку заказываю. У них полная цена была 9 долларов. Потом они сделали скидку около 5 долларов. Но за доллар, конечно, это намного приятнее. Здесь ещё хороший состав. Цинк в хилатной форме. Витамин С. При этом какие-то травки, какие-то грибы. В общем, ну, отличный состав. Очень рекомендую. Я вот сейчас лечусь вот в основном только им и колостромом. Ну, этот цинк, как бы, немножко подзабыла. Но тоже очень хороший вариант. Просто, видите, нашла лучше. Дальше. Не стоит принимать обычным витамином С. Я тоже его взяла по акции. Младшей дочке я его даю тоже вот так вот для подкрепления иммунитета по четвертинке чайной ложечки. Во время, если там какие-то сопельки появились, ну, у нас сейчас зубы лезут, у нас сопельки выскакивают периодически. Поэтому даю ей половинку чайной ложечки. И она прям, ей так нравится. Такой приятный вкус. Очень хороший. Очень хорошая фирма. Очень хороший витамин. И витамин С очень хорошо, оказывается, стимулирует иммунитет. Что-то я про него раньше забывала. И помимо того, что пьем вовнутрь, вот, нутрибиотик, это, конечно, классная вещь. Это обработка носа, обработка горла и капельки. Их можно добавлять в воду, полоскать ими горло. Но ребенок не может полоскать горло. У меня еще, я не знаю. Взрослым можно полоскать горло. Детям же пять капель на компот куда-то добавляйте, потому что он горький. Это GSE, экстракт грейпфрутовых косточек. Это я заказала вот еще очень давно, эту баночку. И она до сих пор у меня есть. Минимальный очень расход, 8 долларов цена. Классная вещь. Вообще, мульти-направленности у нее. Вот, поэтому природный она антибиотик. При этом она убивает патогенную микрофлору и оставляет здоровую. Поэтому не бойтесь, что она убьет у вас и вызовет дисбактериоз. Вот, вот эта брызгалка очень хорошая, но правда она немножко такая резкая. С цинком, с ментолом она идет, поэтому, в общем, может даже вызвать аллергию. Поэтому внимательно смотрим на, чтобы не было отека. Побрызгали, посмотрели, вызвал отек, не вызвался. Не вызвал, пользуйтесь на здоровье. Ребенку своему и старшему брызгаю, все отлично. Младшая пока даже не пробовала. Потому что она такая пекучая. И тоже с абстрактом грейпфрутовых косточек. Назальный спрей, он тоже рисковатый, поэтому тоже смотрите на реакцию. И взрослым, и детям его можно. Цена у них по 5 долларов, где-то классные вообще штуки для носа, для горла. Ну и перед этим желательно солевым раствором промыть. Не стоит пренебрегать обычной солью. Вот такой еще у меня есть. Это младшей дочке я мажу. Мазала вот осенью, когда болели. Грудку во время кашля, на ночь, чтобы она вдыхала пары этих масел. Здесь кокосовое масло, воск какое-то, в общем, касторовое масло, масло шеи, витамин Е, эссенциальные масла ромашки, лаванды, эвкалипта, пачули и кориандр. В общем, это такие ароматизированные мази, которые стимулируют иммунитет. Даже можете не обязательно какие-то мази брать, а масло эвкалипта я как-то мазала на грудку. Либо вот точки смазывайте маслом пихты на лице у ребенка. Вот есть точки, которые активируют его иммунитет, в общем. Поэтому тоже не пренебрегайте какими-то маслами натуральными. Мажьте им лицо, мажьте грудку, точки. Вот. И напоследок мой неприятный опыт использования гомеопатии. Значит, очень нахваливали это средство, в общем, немало оно стоило для того, чтобы просто его вот так вот бесполезное, в общем, детский, типа, колден флю, типа, заболел, вот пейте и выздоровеете. Я когда заказывала, что-то не обратила внимания, что оно гомеопатическое. Почитала отзывы, называется. Не стоит верить всем отзывам на iHerb. Иногда там, не знаю, чем люди вообще думают, когда пишут эти отзывы. И, в общем, давала-давала я ребенка, он только, в общем, сильнее это все разболевался. Поэтому не надо терять время, не лечитесь гомеопатией. Гомеопатия это вообще самый большой обман, мне кажется, 20 века и 21. Поэтому, вот это вот сразу говорю в топку. Все, разобрали. Всем спасибо за внимание. Бегу, потому что дочка проснулась. Вот, слышите, зовет уже. Все, обязательно подписываемся на мой канал. Постараюсь снимать почаще интересные и полезные видео. Ставим лайки, комментируем. Очень люблю общаться с моими подписчицами и подписчиками. Поэтому задаем вопросы, не стесняемся. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.